друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал семья в селе да да именно на них а у них ничего нового все по-старому обычные будни и трудовые будни в селе ксения обращается к зрителям интересуется как хранить виноградные листья говорит планирую приготовить долгу ну а виталий тем временем едет за мамой и за дочкой в общем все предели а мама и дочка вчера были на выпускном и аллочка с бабушкой остались вместе в городе далее папа уже пытая дочку в машине как же ей понравился выпускной или нет что они делали чем занимались причем смотрю я на аллочку то видимо не любитель сниматься на камеру при виде камеры сразу же как-то немножко напряглась но с другой стороны когда родители приходят к тому чтобы снимать свою жизнь выставляя свою жизнь и жизнь своих близких на показ они почему-то не думают о том что дети вообще не хотят сниматься или хотят сниматься или не хотят сниматься дети или взрослые но снимают так скажем не спрашивая поэтому меня вы знаете очень удивляет подобные вопросы особенно когда вот пишут мне да а почему вы себя не показываете или почему вы не показываете свою семью вы же делаете обзоры на других но понятное дело что у меня вообще обзорный канал на обзорном канале я никоим образом не должна этим заниматься а собственно почему я вообще должна выставлять кого-то из членов своей семьи или себя на показ кто вам сказал что моя семья мечтает быть на ютубе мой муж допустим как только я решила вообще открыть канал сразу же расставил все точки над и сказав что я сниматься не собираюсь на этом все понятное дело зачем ему это надо когда он занимается своим делом когда он зарабатывает своим делом поэтому ему до ютуба дела нет это не предел его мечтаний находиться и быть так скажем героем ютуба так что сниматься хотят далеко не все просто кто-то прислушивается к своим близким и не снимает их ну а кто-то нет а потом знаете обожатель вот семей пишут ой а чего там допустим маша или саша особенно про детей да или ксения почему они отворачиваются от камеры мол вот они выпендриваются я если честно вообще в шоке от таких комментариев а вы не думали что дети вообще детей никто не спросил хотят ли они сниматься да что они вообще хотят сниматься а это постоянно находиться под камерами я думаю что сможет точно далеко не каждый человек и не каждый человек захочет постоянно день и ночь практически находиться под прицелом камеры есть на камеру пить на камеру говорить о чем-то да поэтому получается так что одни хотели себя выставлять на youtube а другие вынуждены потом жить под этими камерами поэтому и приходится им так скажем шарахаться от этих камер далее виталий показал мясо говорит буду готовить довольные показывают грамоты аллочки рассказывают о том что она закончила начальную школу на отлично друзья мои я немножко не поняла объясните мне пожалуйста я просто если честно думала что аллочка взрослая девушка что и 14 15 или 16 лет но услышала о том что она закончила начальную школу так сколько лет аллочке сколько лет софии если честно я не поняла поэтому кому не сложно напишите мне пожалуйста в комментариях в общем да как то так ну а далее да далее виталий занимается ремонтом машины но не он сам он покупает расходные материалы а на станции все это дело устанавливают и виталий говорит вот теперь мол наша пятнашка наша ласточка будет изнутри просто вся вся новенькая при новенькая как то так покупает птицу выбирает птицу бабушка виталина мама очередной влог друзья мои показывают свои покупки вот ту самую птицу о которой я вам говорила бабушка говорит да мол так хорошо так бы сидела сидела ничего не делала из наблюдала бы за птицей но в принципе не удивительно она наверное я так думаю предполагаю очень и очень устает от вечных забот и хлопот жила бы конечно она одна и было бы намного легче одной одной много не нужно а так семья большая работать приходится значительно больше ксения кричит увидев детей встретив мужа значит софии да и спрашивает у софии как ей понравился выпускной или нет расскажите да в общем как что туда-сюда софия пытается что-то сказать и тут же перебивает и мама и ваня в общем не дают ей этого по сути сделать вот сегодня я смотрю погода уже у них не такая жары нет жара спала и ксения по прохладной погоде все таки бывает у них разная погода да не так что жара стоит постоянно и прохладных дней нет и вот сегодня по такой прекрасной погодке ксения с аллой собралась что-то там сажать то есть вот о чем я в принципе и говорила когда бабушка у них убивалась и сажала сажала в жару я говорил о том что можно в принципе не торопиться подождать несколько дней жара спадет и можно было спокойно смело высаживать картошку ну в общем виталий тоже при деле покрывает лаком коптильню до показали павлинов красивенные распушили свои хвосты очень красивый ничего не скажешь но явно видно что место там павлина мне хватает ксения хвалится хвалится своей дочкой аллочкой говорит что аллочка мол сама и заявила желание сажать огород ну что здесь можно сказать молодец дочка видимо видит что мама тоже устает до бабушка устает хорошо когда детей в принципе особо не заставляет что-то делать но они при этом сами готовы помогать своим родителям и это конечно же замечательно снимают как ваня довольный счастливый скачет на батуте причем какое-то время смотрю рядом с ним стояла софия а какое-то время он скачет один батут без сетки это конечно очень и очень опасное занятие сетку нужно обязательно устанавливать тем более если а прыгают на батуте совсем маленькие дети это очень опасно без сетки вот и потом обратила внимание просто невозможно было не обратить внимание что вокруг вот этого батута в нескольких местах валяются огромные булыжники это конечно вообще опасно поэтому естественно батут надо либо батут передвигать либо вот эти вот булыжники каким-то образом убирать ну а виталий рассказывает что вот так и так он тоже не планировал сидеть сложа руки хотел покосить траву но не тут то было не повезло в кои-то веки пошел дождь и вот теперь а трава влажная соответственно никак ему электрокосилкой не покосить да в общем вот такой друзья мои обзор на последние два влога канала семья в селе естественно всех целую обнимаю всем желаю прекрасного дня хорошего вечера берегите друг друга своих родных и близких здоровья здоровья и еще раз здоровья ну и конечно же всем тем кто подписывается на канал всем кто ставит лайки всем кто пишет хорошие адекватные комментарии всем огромное спасибо всех целую всем пока